Вообще-то, Русская Православная Церковь совершает празднование чудотворной икони Божией Матери, именуемой «Утолимая печали» 7 февраля, но в Пюхтицком женском монастыре этот праздник был перенесен на 8 февраля. Память образа «Утолимая печали» отмечается Русской Православной Церковью, начиная с 1760 года. Этот образ был привезен в Москву казаками в 1640 году. Икона Божией Матери «Утолимая печали» почитается как чудотворная, ибо прославилась она многими чудесами. Молитва перед ней к Божией Матери избавляет от болезней и скорбей, телесных и душевных. Уже в самом названии этого образа заключен глубокий смысл иконы. В страданиях и тревогах наших уповаем мы на светлую помощь Пресвятой Богородице, главной ходатайце человека перед Господом Богом. И это вовсе не удивительно, ведь любовь Пресвятой Богородице безгранична, и там, где слаб человек, вновь поднимает его на ноги благодатное заступничество Божией Матери. Успенский собор, где проходило праздничное богослужение, был украшен множеством живых цветов, а пол был устлан яркими коврами и дорожками. Несмотря на то, что 8 февраля пришлось на рабочий день, понедельник, молящихся в соборе было немало. Божественную литургию, где возносили молитвы и в память об успении схиегумени и варвары в миру Валентины Алексеевны Трофимовой, возглавил протоиерей Дмитрий Ходов в сослужении сонма духовенства как Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, так и гостей из России, представителей Русской Православной Церкви. Яко Господь Иисус Христос, славу Бога Отца и Духови Твоей, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Тепло праздновала Пехтицкая обитель, День памяти, пятую годовщину Успения своей бывшей настоятельницы схиегумени и варвары. После божественной литургии перед установленным на середине Успенского собора кануном обрамленным венком из белоснежных живых цветов была отслужена панихида по схиегумени и варваре, ее родителям, всем почившим пехтицкой обители, как и всем православным, отошедшим ко Господу. ПЕСНЯ 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 Затем на состоявшейся поминальной трапезе прозвучало много теплых слов и добрых воспоминаний о жизни и делах схиегумени и варвары. А перечислить ее усердные труды невозможно, они были поистине велики. Более 50 лет она подвязалась в монашествам подвиги. В течение 43 лет была устроительницей пехтицкой обители. Как отмечалось во многих речах, благодаря именно матушке варваре свято-успенский пехтицкий женский монастырь стал одним из самых известных в современном мире. Это сердце, оплот православия в Эстонии, ее жемчужина, духовный центр. Схиегумения варвара олицетворяла собой целую эпоху, как в бытии русского женского монашества, так и в целом иночества. Ее по праву называли игуменией всея Руси. Самой почетной, уважаемой и заслуженной игуменией Русской Православной Церкви. Пехтицкая обитель при матушке варваре стала поистине столицей женского монашества. За трапезой вновь возвышенно печально пел сестринский хор Пехтицкого монастыря. Звучали удивительно прекрасные канты, посвященные матушке варваре. В завершении этого памятного дня была отслужена панихида, и на могиле Схиигумения Варвары на монастырском кладбище возле алтарной части храма святителя Николая и преподобного Арсения Великого.